Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок! С вами Юлия Кондратенок, и сегодня я хочу вам рассказать о том, какую рассаду клубники ни в коем случае не стоит покупать, чтобы потом жестоко не разочароваться. Вторая половина августа – это оптимальное время для посадки рассады клубники. Посаженная в это время рассада хорошо приживается, укореняется, крепнет и дает уже весной будущего года настоящий промышленный урожай. Так вот, чтобы этот урожай действительно был в радость, выбираем хорошую рассаду. И стараемся не брать вот такое безобразие, которое иногда можно встретить на рынках, вокзалах, базарчиках, обочинах дорог. Часто недобросовестные питомники, питомниководы и просто любители продают рассаду, не особо забудьте о ее качестве, увядшую. С больными пожелтыми листьями, старую. Обратите внимание вот на такие вот рожки. Этой рассаде, так сказать, рассаде уже как минимум 3 года, и вы от нее не дождетесь хорошего урожая. У плохой рассады корни черные, темные. Ни в коем случае не покупайте рассаду клубники с пересохшими темными корнями. Она не просто плохо восстанавливается, будет очень большой процент отпада. И, конечно же, болезни. Если вы видите, что на листьях огромное количество пятен, усыхающие побеги, есть пятна отмирания на рожках, нету хороших почек возобновления, такую рассаду брать категорически не рекомендую. Иногда на рынках, но чаще всего на вокзалах, можно увидеть целые ящики с листьями клубники. Продают рассаду. При ближайшем рассмотрении мы видим, что эта рассада уже бывшая в употреблении. По сути дела, это отработанные кусты клубники, которая выращивалась по интенсивной технологии и, можно сказать, она истощена. Она израсходовала весь свой потенциал. Мы гоняемся часто за хорошими импортными сортами, а именно такие сорта у нас идут в теплицах. И многие из нас, не выдержав, покупают такую рассаду. Стоит ли ее брать? К сожалению, вероятность того, что вы получите из нее хорошие кусты, действительно хороший урожай, минимальна. Эта рассада истощила себя. За время своего плодоношения она отдает все силы в теплице. Это первое. Второе. Они уже старые, они уже отработанные. Даже если она приживется, она, к сожалению, потратит целый год только на то, чтобы восстановиться. А мы так себе позволить не можем. Так а как же должна выглядеть хорошая качественная рассада? Ну, во-первых, на что мы всегда обращаем внимание, это внешний вид. Во-первых, у нее хорошо развитые, здоровые зеленые листья, без признаков поражения болезнями, без травм, стебельки, без признаков увядания. Корневая система белая, либо чуть-чуть потемневшая. Это допускается. Длина корней должна быть не менее 5 сантиметров. А вы скажете, я разве буду ходить на рынок с линейкой? Здесь вам поможет правило трех пальцев. У среднестатистического человека три пальца дают именно длину 5 сантиметров. Проверяем. Подошло? Подошло. Далее. Толщина рожка должна быть порядка 1 сантиметра. Слишком тонкий рожок, рассада ослабленная. Именно вот в этой вот зоне она должна быть толстенькая. Должен быть хорошо просматриваться центр, и там заложена почка, либо сложенный листик. Кстати, количество листьев. Сколько должно быть листьев у хорошо развитой рассады? Если вы покупаете весной, не менее двух. Осенью не менее трех хорошо развитых листьев должно быть. В таком случае она хорошо приживется, укоренится, и весной уже будущего года зацветет и порадует вас урожаем отличных ягод. Обильным действительно урожаем. Процветания вам и вашему саду, вашему ягоднику, и до новых встреч на нашем канале. С вами была Юлия Кондратенок.